Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 апреля. Сегодня у меня наступил самый тревожный день, потому что у нас предстоит ночь холодная. Минус 8 сегодня будет. У нас такой буран, такой ветер со снегом. Видите, колышутся томаты вот. Это у нас теплица придомовая, вот так вот ходуном ходит из-за ветра. Ее вот так аж шевелит всю. МЧС прислал штормовое предупреждение. Видите, видите, шевелятся томаты. Это ветер раскачивает теплицу целиком всю, вот это все строение. Вот смотрите, я хотела сейчас сегодня вам рассказать. Ой, они как живые, бедные. Смотрите, томаты великаны, все шевелятся. Я все вчера говорила, буду расставлять. Бедненькие. Вот это буран у нас, ничего себе. Мне кажется, даже дом шевелится. Я говорила вчера, что буду расставлять все по стеллажам, опрыскивать. Вот сейчас я расскажу, как я приготовилась к нынешней морозной ночи. Ну, во-первых, конечно, я отодвинула все ящики вот от этих стенок на расстоянии 8-10 сантиметров, чтобы никакие томаты не соприкасались с холодной стеной, потому что ночью будет минус 8. И вот это вот углиское расположение к стене, там могут листики подмерзнуть. Это во-первых. Во-вторых, вдоль периметра, вот я туда не могу до этого достать. Видите, вдоль периметра я поставила только сибирские вот эти все сорта выносливые, а все, которые тоненькие, нежненькие, я поставила уже вот вторым рядом подальше. Видите, они какие, они и так еле живые, им и так сложно. Те вынесут. То есть, то, что я вчера говорила, какие выносят более холодостойкие, ставлю их туда вот на фронт, прямо на холодный, а которые более такие теплолюбивые, высаживаю сюда вот, восстанавливаю. Потом сделала опрыскивание пином, о чем я вчера тоже говорила. И, естественно, сегодня, ну, вот сейчас у меня ноль за бортом, значит, здесь у нас холодно. Мне сегодня днем даже приходится не выключать ветродуйку, правда, она маленькая такая, но вон, я показала вчера, стоит красненькое в ведре. Все-таки я подогреваю, чтобы ниже 8 или 10 градусов не опускалось. Когда вчера пришли вопросы, называйте плюс или минус, я даже об этом не подумала, что люди могут не ориентироваться, плюс или минус 10. Когда я говорила вчера, какое похолодание выдерживают томаты, вот в теплице как можно оставлять, конечно, плюс 10. Шел разговор о плюс 10 и о плюс 5, потому что минус 10, об этом даже разговора не может быть, и все опытные огородники знают, что при минус 10 не сохранится ничего. При минус 10 все погибнут, и я думала, что это все знают. Конечно, плюс это. В теплице всегда у нас должен быть плюс, хоть небольшой, но плюс. И когда вот сегодня один мужчина мне сказал, ой, нас сейчас унесет вместе с теплицей. Когда один мужчина сегодня мне написал, что вот вы говорите, там 5 градусов, а я много лет провожу закаливание, при 2 даже градусах, все выдерживает. Вы, вот кто опытный огородник, вы не забывайте, что я вот это транслирую для тех, кто, возможно, первый год выращивает или второй. И хорошо, если вы умеете при 2 градусах, при 1 градусе сохранять томаты, но я никогда не могу сказать во всеуслышание всем начинающим, что не расстраивайтесь, если 5 градусов, если 2, если даже 1 градус, не заносите домой, все будет нормально. Вы понимаете, что будет? Просто люди позаморозят свою рассаду. Я хочу обратить внимание всех, кто читает комментарии. Если человек пишет, что у него не замерзло при плюс 2, 2 градусах, это не значит, что вы можете смело повторить сразу же этот эксперимент. Не нужно. Нужно со временем, с годами. Люди как начинают, как он говорил, я на протяжении многих лет. То есть он не вынес же, наверное, сразу все количество рассады, не оставил при 2 градусах. И не все сорта выдерживают 2 градуса. Так что вы, когда читаете комментарии, не повторяйте ни в коем случае слепо вот те советы, которые вам дают опытные огородники. Кто-то в течение многих лет к этому пришел, но люди же вам не рассказывают, какие потери были в течение многих вот этих лет. У меня тоже, я оставляла и при 2, и при 0, и в этих, в тоннелях, еще ниже было. Но было ведь и померзание, было и потери. А если у вас единственный экземпляр, например, 40 или 60 штук всего, рисковать ими не стоит. Меньше 10, плюс лучше заносить домой. Смотрите, томаты великаны качаются. Вот я еще раз объясню, почему я не заношу домой. Даже если у меня будет, например, здесь 8 или 5. Вы видите, в каком состоянии рассада. Вот это вот огромное, я там уже палочки подставляю. Ее сейчас через 4 дня я буду уже высаживать в теплицу. Через 4, через 5, как пройдет похолодание. Ее переносить туда-сюда крайне нежелательно. Она вот, она стоит, сама на себе держится. Только я уберу вот эти крайние ряды, она завалится. Поэтому мне нужно как-то здесь ее передержать вот эти дни. А если у вас лоточков немного, если рассада маленькая и нет труда, то лучше, конечно, занести. Опускается ниже 10, заносите. Все, я хотела очень коротко сказать, но не получилось. Единственное, что я вот говорю, что отодвигайте от краев. Можно сделать опрыскивание пином. И лучше всего, конечно, какой-то подогрев. Пусть это будет, конечно, я мужу говорю, пусть я лучше 300 рублей сожгу. Этот или газовый баллон, или вентилятор. Но пусть им, чтобы они не замерзли. Будем создавать им сегодня условия. Вот сегодня ночь у нас самая тревожная. Я не знаю, чем кончится эта непогода. Все опять снегом залепило. Темно. Вот сейчас день, у нас темно как ночью. Темно, все шуршит, везде все гремит. Что-то везде падает, что-то валится. Все, до свидания. Как переживем ночь, завтра вам обязательно расскажу. Жалко их. Видно, что им холодно. Им, конечно, сейчас не холодно, работает обогреватель. Но им тут неуютно. Солнца давно нет. Все их в одну кучу сюда, как эти. Вот они похожи на цыплят. Сжались все в кучку. И у нас такое тревожное ожидание. Но я надеюсь, все будет хорошо. Завтра или послезавтра выглянет солнышко. Все они листики расправят. Вот так вот раз. Все. И как только начнется тепло, они сразу попрут. Особенно вот те великаны. Там уже у них зачатки цветочных кистей. Только высажу, сразу начнут цвести. И тут же будут завязи. Все как в сказке. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok